Я вообще, честно говоря, что я очень удивлена, что я сюда попала, потому что когда я начала читать вашу тему, я не знаю, что это вообще развод полнейший. От тебя другого нельзя было прочитать. И потом как-то вот так я периодически заходила, так читала, так раз, раз, там видео в интернете, то там на массаж и руль зашла, потом такая, нет, надо съездить посмотреть своими глазами. Ну, как бы, я верю, что это работает, я надеюсь, что я смогу на своем ребенке это все изобразить. Обязуюсь вам прислать, показать. Очень хочется. Ну да, у меня, конечно, ребенок по сравнению, там, я не знаю, может быть, с кем-то не самый тяжелый, потому что он у меня говорит, он у меня ползает на четвереньках, он сам встает у опоры, то есть он пытается ходить как-то, вот. Ну, я надеюсь, что я с помощью этого метода помогу ему, расслаблю ему, где надо, что у нас все получится, я верю. Ну, тут другое дело, ты же видела еще и деток, и родителей тяжелых, да, и уж, если у тяжелых получается, у тебя-то сама понимает. Еще я хочу заметить, я, наверное, все-таки не пишу об этом на ангелах, что все, кто сюда приходит, мне кажется, у них какая-то зависимость от вас возникает. Потому что они все приходят с такими улыбками, и все сразу лезут к вам обниматься, славаться. И вот мы писали, вот, кстати, мы писали, что первоначально по вашим постам у меня было впечатление о вас, что вы такая жесткая, властная женщина. Не, ну да, мне некоторые, я и говорила, некоторые писали, она самая такая сучка. Как бы, когда вы первый раз зашли в комнату, и у вас так, вот у вас просто, ну, на самом деле, любовь из глаз, вот мы отметили это, да. То есть, что это видно, что вы добрая, любая за всех. Я сучка, я сучка добрая. Это просто сучка. Спасибо. Здравствуйте. Успехов, успехов, успехов. Вот просто огромных успехов. Я обязательно. И если он у тебя легенький. Ну, как, вот, ну, и говоришь, да. Ну, я не легенький, но по сравнению, кто говорит, ближайший, например, да, совсем. Дай бог. Или там, не говорящий. Пиши, буду советы давать. Видео советы буду давать. Обязательно. Потому что мне все равно нужно посмотреть. Да, ладно. Ну, в школе прямо. Ты знаешь, вот прям вот, я очень рада, во-первых, я знаю, что очень много у тебя уже изменяется, сама ты пробуешь и делаешь. И у тебя есть результаты, о которых ты молчишь. Вот, они есть. И пусть они будут у тебя еще больше. И пусть это вот все неверие, которое кто-то когда-то говорил, что с твоего ребенка ничего не выйдет. Вот, знаешь, придет время, да, ты скажешь вот такое вот. Ну, я сейчас уже иногда так говорю. Потому что, если кто-то не умеет, это не значит, что это нельзя. Если кто-то не знает, это не значит, что это вообще неизвестно и никто не знает. И тем более, я просто знаю твои руки, а твои руки фантастические стали. И я очень-очень тебе от всей души желаю здоровья тебе, твоему ребенку, счастья в вашей семье. И самое главное, я не видела твоего ребенка, поэтому не могу сказать срок, сколько я отвожу. Я думаю, что меньше двух лет. Я в этом уверена. И чтобы это было меньше двух лет, и чтобы вот через меньше двух лет, вы прибежали сюда ко мне и показали, как вы танцуете. У меня такие видео уже есть, кто танцует. Я очень-очень-очень тебе желаю. Мы-то будем видеться, мы-то рядом. Я всегда помогу, подскажу, что ты это самое от всей души пользуйся. Спасибо, пожалуйста, спасибо вас, Андрей. Ой, Андрюша, единственный наш мужчина. Фанфары. Извините, без колокольчика. Прошел, я все дома напишу, прошла, как везде. Ну, сомневалась я честно, потому что чаще всего, которые очень долго вот такое вот делают тяжелое, жесткое место, я вот честно скажу, очень рада, что у тебя действительно в ручках все стало получаться, что... Руки, дай мне руку. Она уже встала в девочке, она просто вообще мягкая. Женская встала. Нет, нет, нет. Зато он теперь, как только объемет какую-то девушку, он начнет бейфемить. И все, и она растеклась. Ну, Андрюша, я тебе желаю успехов на твоем, на самом деле, тяжелом поприще, потому что работать с баными, это очень тяжело. Я тебе желаю успехов, безгранично. И перейти уже на руководящий пусты. Вот это нет, это не для меня. А, ну тогда, тогда на фронт. Ну что, это очередное оружие, как говорится. Вот мудрые врачи говорят, что вы никогда не увидите меня беспомощным перед постелью больного. Вот это, я думаю, что еще одно оружие. Ну, тем более, если девушки будут таять от дыхания. Это секретное оружие. Огромное спасибо, Дмитрий, вам. Да, и тебе спасибо. Вы старались, как могли, вдолбить нам вот что-то такое, что нас, может быть, не укладывалось вначале. Наверное, вот это застреление, ну, вы застрелщиком выступили. Да. Немножко вспахали почву. Так, так. Там уже, надеюсь, было, может быть, и легче. Вот, девочки, я вам желаю. Я, честно говоря, еще раз говорю, что я никогда в этой теме не вращался. Очень редко имел дело с детьми и подобного рода. Слава Богу. Слава Богу, я, на самом деле, благодарен, что это обошло меня стороной. Вот. И я потрясен вашим мужеством, вашим упорством. Вот странно желать мне, да, вам таким молодым классом мужества, да? Но я вам его желаю, что, на самом деле, вам оно понадобится. У вас впереди много работы, надо быть немножко упрямым, надо быть... Иногда так бывает, дорога идет, и потом, грубо говоря, останавливаешься и понимаешь, что как будто дальше она... Надо потерпеть, надо подоптаться, может быть, на месте, переосмыслить. И вновь откроется, и вы вновь пойдете вперед и вперед. И я уверен, что вы... Пожелайте нам удачи. Не надо мужества. Да, но оно понадобится иногда. Вот преодолеть вот это какое-то вот застрявшее такое... Отчаяние наступает, вроде не получается что-то. Все получится. Я полагаю, что все-таки действительно мы Божьи все создания, и наш Отец Небесный за нами смотрит и нам поможет. Надеюсь, что мы еще с вами встретимся, может быть, на третьей, на пятой, на десятой ступени. И поделимся теми успехами, которые... Смотри, кто болтает, как у них разрезался. Если ты узнал, что ты будешь перебивать, и тебе руку было лучше... Чем тебе тут это... Просто когда я встанешь, я тебе с глазами больше, чтобы снова плачу. Девочки, до свидания. Надеюсь, мы увидимся в сетях, или там, может быть, воочию, где-то, может быть, вот, близко живущими землячками и пообщаемся более плотно. Вот. Ну, что вам еще пожелать? Будьте сами здоровы, будьте сильны, успешны, и ваши детки пусть вы здоровы. Спасибо большое. Спасибо. Дима? Я хочу вам лечить там всю Сибирь. Лечить ее, не перелечить. Живем вас к Сибирь, кстати, позже в случае. До скорого уже будет. Надеюсь, что нам все-таки удастся там у вас обеспечить. Красноярск, белосибирск, уже... Еще одна из красноярсов, у нас уже трое. Будем проламывать лед и кисло. Ну, я тоже из Сибири. Лед лучше продышивать, чем проламывать. Он просто сразу... Он просто плантает. Так, Дима Поломеева, Анжела. Вот каждый из вас есть, вот как бы, он, каждый из вас, это все-таки индивидуум, да. Вот есть... Вот он за Андрея, я переживала по своему поводу. Когда я потрогала твои руки, да, и вот увидела, я поняла, что тут тоже как-то тяжеловато это все пробить, вот, если только тебя саму не привести в порядок. Мне очень хотелось, чтобы, на самом деле, чтобы каждый из вас мог действительно это работать. И мужество вот это вот и нужно, чтобы вот это вот все вынести. Но единственное при этом, что, девочки, будьте женственны, сохраните свое пластичное. Позволяйте себе иногда отдыхать. Я с большущим удовольствием работала с твоими руками, чтобы твои руки потом смогли сделать то, что я очень хотела вложить туда. И чтобы ты это все, что тебе вложили, могла использовать, ну, на тысячу процентов в пинг со своим ребенком. И чтобы были результаты, которым ты, в первую очередь, ты была рада. Потому что я всегда буду рада, а на самом деле я знаю, что эти результаты тебя удовлетворяют. И опять-таки, не знаю, не видела твоего ребенка. Вот, да. Хотелось бы, я всех хотела бы здесь видеть танцующих. Желаю тебе успехов. Хорошо. На поприще, конечно, тяжелом, но чтобы эта тяжесть была легкой. Потому что понимаете сейчас, что это можно сделать легко. Можете обнимать? Конечно. Спасибо. Потому что у нас все основано на объятиях. Ну, я хочу тоже сказать, на самом деле, ребенок, который у нас, так сказать, не маленький, уже 8 лет, да, я говорю, вот. И мы тоже уже много чего нашли. И вы спрашиваете, что мне, как бы это... Во-первых, я долго шла к вам, честно сказать. Смерки читали. Так как я еще и анализирующий что-то там это все время, я долго шла. Я и писала, и так звонила, и читала, и это. Ну, еще, так сказать, не всегда долго бываешь. Ну, я пришла, нисколько не жалею. И вот Андрей только что говорил, да, чтобы у вас вроде как нету дороги. Вот правда, бывает, что вот... Ну, вот я не знаю, куда идти. Ну, теперь я вроде как опять знаю. Опять 8 лет ребенку. Ничего страшного. А я даже нету. И даже 16 лет, то вот я вот правда верю, что это, как сказать, ну... Короче, мы отвезем. Спасибо. Удачи и удачи. Удачи и удачи. Горбунова Ольга. Олечка. Вот... Слезу, слезу. Слезу, это уже так это от души, если пойду. Ольга, я, во-первых, восхищаюсь тобой и то, что вот еще... Я очень, кстати, восхищаюсь мужчинами, которые рядом с вами. И то, что они вам помогают. И вот я лично знакома с твоим мужем. Это мой текст. Я понимаю, да. Это вот... Я вам желаю... Вот это, это ваши обоих. Вот это вот диплом, он и твой, и твоего мужа. Потому что, в общем-то, вы оба идете вместе по дороге, и вы вместе сюда приехали. Он на себе это понял, что это и как работает. Вот. И он позволяет себе делать многие вещи на нем, да. И самое главное, что он не против, если ты ему тоже что-то там в ручки вложишь, а ты вложишь. И вы вдвоем сможете сделать то чудо, которое никто не мог сделать до вас. Вот это чудо будет вашими руками сделано, построено, слеплено и выпущено в жизнь. Вот на полную, вот на полную, полномасштабную жизнь. Вот от всей души желаю вам, чтобы ваш ребенок действительно был таким, каким он вычтательным. Спасибо. Я правда искренне верю, что именно этот метод, я тоже скажу, что моему ребенку уже 8 лет, и все эти 8 лет я отчаянно, с надеждой, и с верой, и с самоотвержением, я занимался. Чем только я не занималась, что только я не изучала. И начиная с роддома, там, с медсестерств, неврологов, вытаскивала, выжимала, все, что можно делать с моим ребенком. Причем эта информация выходила так вот. Ну вот не вот так вот, а вот что еще? А вот мы вот это не можем, а как нам этому научиться? Так посмотрите сначала. То, что здесь льется рекой буквально, вот то, что нужно нашим детям, это, конечно, вот огромное счастье. И я ни разу не видела специалиста, который бы вот с такой открытой душой, с такой любовью делился всем, что он накопил много-много-много лет. Я уже не знаю, 10 лет на это потребовалось там или больше. И все это настолько доступно, настолько все это откровенно выходит и дается нам, что не воспользоваться этим просто грехом. Я на самом деле надеюсь, что вот это будет ключиком для того, чтобы моего сына, он у меня очень мунициозный, «Мама, я хочу играть на фортепиано». Ну не надо, бегай. Значит, будет играть. Так, ты мне принеси балалайку, я буду играть на балалайку. А ты посмотри, как я пою. Еле-еле затрываясь от пола, он изображается из себя певца и художника, и всех. То есть он хочет заниматься всех. Он это видит, он мечтает. Я, конечно, все это немножечко опускаю. Теперь я надеюсь, никаких опусканий. Хочешь, значит, будет. Хочешь, я помогу. Хочешь, значит, вот давай так, мы к этому идем вместе. Все для этого есть. Все остальное отбрасываем. Конечно. Теперь, на самом деле, будем уже планку поднимать. Мы будем делать вот это, мы будем стараться идти выше. И мы, на самом деле, с Божьей помощью, своими руками, с опытом вашего, мы сегодня здесь встретимся. А типа потом ютубы вложили. Сударь. Вот они баллы. Истерички. Здоровская, Татьяна. Танечка, вот я тебя точно забыл, но своим страхом. Вот, я очень рада, что у тебя это все так изменилось. Потому что, когда вот первый раз ты мне сделала, я думала, все, я не выдержу второго, потому что просто меня пригвоздили. Вот, и вот прям там. Я, наверное, извините, конечно, но я больше всех рада, что у нее вот это вот произошла смена рук. И такая, что я теперь сто процентов знаю, что у тебя это получится. Я тоже так думала. Потому что руки – это самый главный инструмент, который мы делаем. Желаю тебе от всей души, искренне, чтобы ты смогла поднять слово ребенка, довести до того уровня, до того состояния, которое ты хочешь. И еще плюс чуть-чуть больше. А может быть и не чуть-чуть, а вообще максимально. Спасибо большое. Пару слов нашему Владику уже больше шести лет, ну, седьмой пошел. Я уже решила, что принципы своей жизни, ну, мы практически попробовали все, правила устоялись, уже у каждого свои обязанности, и я уже знала, что ничего, уже ничего нового никто не придумал. То есть я знала, что вот я работаю, это мне на многие годы. И вот так, заходя в эту темку, я каждый раз, у меня тянуло, вот открывала я интернет с этой темой, я понимала, что все-таки я, я почему-то хочу это увидеть. Ну, Украина тоже, как бы, неблизкий свет, да, на Украине много методов и реабилитации, и всего. Но вот я поняла, что это, то, это возможно, и я верю, что это тот золотой ключик, вот, о котором я мечтала, да, работать, да, труд, ну, это то, что нам поможет. Только с этой. Так что спасибо вам. Только тебе желаю. И тебе, и твоему сыну, и вообще вот, вот тебе, вот тебе счастья, в будущем получи. Спасибо. Естественно, вы же все. Я очень рада, на самом деле, что она смеется, и что ты здесь растопилась, и что ты здесь сбросила, не знаю, сколько пудов своего железа, своего напряжения. В таком напряжении, ну, я не знаю, вот, это, это, это тяжело было ходить, вот так самой ходить и еще заниматься ребенком. Потому что это, скорее всего, вот я просто, то, что мы у тебя убирались, да, вот получилось, что у нас пришла еще и сама восстановиться. И я тебе желаю все-таки от всей души не доводить, чтобы не доводить свое тело до такого умопромрачительного состояния, что, ну, еще бы немного, типа, сама посвалилась. Пользуйся сама ты себя, для своего здоровья. И, естественно, помогать своему ребенку. И от всей души тебе желаю максимально всего, что ты сама себе хочешь. Тех достижений, которые ты сама себе хочешь. Спасибо большое. Я тоже хочу сказать несколько слов. Буду пререйс-то говорить. Вот, я очень благодарна вам за то, что приеду к нему пала сюда. Хотя я жила в Подмосковье, недалеко, но тоже я должен пересматриваться к этому методу, потому что ребенку 10 лет. И пройдено, в общем-то, все, что можно было на данном этапе. Вот, я знаю, что я буду бороться, работать по методу БФМ. Я верю, что у меня получится. Получится. Ты, как никто, из всех почувствовала вообще все разные техники и методики на своем теле. Это точно, ни с кем не работали, столько же со мной. Я чувствую себя сегодня окрыленной. Я снова начала плакать, чего-нибудь делала уже достаточно долго, да, возможно, даже несколько лет. Чего-то мне не проработали. А вот маленький все-таки вопрос. Твое собственное тело отличается от того, что было? Я прослюсь. Да, я очень сильно. Я начала спрямляться.